Здравствуйте, друзья! Сегодня мы возвращаемся из Викторианской Англии в Россию, в Российскую империю XIX века. Я хочу показать вам четыре книги. Три из них мы уже рассматривали довольно подробно, когда шёл разговор о европейских сказках. А четвёртую, вот эту, мы рассмотрим поподробнее. Ну, итак, приступаем. Все эти книги были изданы очень-очень серьёзными издательствами, которые специализировались в основном на дорогой литературе. Это издательства Вольф, Маркс, Гоппе. Поэтому, понятное дело, что эти книги предназначались для очень богатых людей, именитых и даже царственных. Ну, пролистаем ещё раз. Первая книга – это Шарль Перо, перевод Тургенева, иллюстрации Доре. Это несколько сказок здесь у нас. Красная шапочка в подсапогах, синяя борода, ослиная шкура, мальчик с пальчик и спящая красавица, по-моему. Вот таким образом. Это обращение государной императрицы. Мы его зачитывали, Маврикия Вольфа. Так. И вот эти сказки. Но я не буду вам листать их, потому что мы их, в принципе, все мы их видели. Можно посмотреть, не буду на них остановиться подробно. Единственное, что я вот вам ещё раз показываю. Вот рисунки Доре, Санкт-Петербург, Москва. Издание книга продавца, типографа. Маврикия Осипича Вольфа, 1967 год. Волшебные сказки. Но сейчас, в принципе, эти книги тоже не для каждого. Потому что «Изотельство снега» полностью вообще-то перекопировало эти книги. В исключении того, что раскрасили Доре. Ну, вот у них здесь золотые вот такие вот срезы. Тоже под кожу всё сделано. В общем, красота. Теперь следующая книга – это Вильгельм Гауф. Вот так вот. Опять же, «Маврикия Вольфа» издательства. Сказки Вильгельма Гауфа. Так. У нас здесь переводы с немецкого. Это Песковская, по-моему, переводчица. Она та же самая, кто переводила и Мюнхгаузена. Самый корректный перевод. Так. А рисунки у нас Вибера, Газемана и Бургера. Вот. Опять же, книга-издание, издание книгопродавца, издателя «Маврикия» Оспича Вольфа. Это у нас книга издана была в 1883 году. Следующая книга – огромный флиант. Огромный просто. Ой, тяжеленный. Вот. Это сказки, собранные братьями Гриммами. Художники у нас здесь – Грот и Оган и Ливенбер. И книжка издана в 1893 году. Вот. Издание Маркса написано. И художник, и все здесь на обложке представлено. Вот. Вот. Видите? Шикарная книга. Огромное количество сказок. Почти все, за исключением там 11. Как они там объясняли причину, почему они эти сказки не включили в это издание. Ну, все хорошо. Книга красивая. Мы ее смотрели. И вот следующая книга. Это книга «Русские сказки» и «Былины». Вот на этой книге, позвольте мне остановиться, поосновательнее. Вот, посмотрите. Во-первых, ее величество, государь-империатрица Мария Александровна, с глубочайшим лагоговением посвящается, посвящает издатель. Мария Александровна – это мать Александра Третьего. И она, как я слышала, даже заказывала вот эти книги для своих детей. В этом издательстве «Германогопа». Альбом русских народных сказок и «Былин». Составлен под редакцией Петрова. И вот 1875 год. Давайте полистаем этот альбом, посмотрим, что он себя представляет. Во-первых, вот здесь, обратите внимание, художники, рисунки. Здесь 12 сказок. И разные художники иллюстрировали. Но рисунки и гравюры выполняли разные люди. Причем, посмотрите, их имена, вернее, их звание. Рисунок – профессор Соколов, гравюр, академик Серяков. Вот, представляете? В чем этот Серяков, он сам был прекрасный художник, насколько мне не изменяет память, по-моему. И тем не менее, вот два человека работают над рисунками. Дальше, посмотрим дальше, что у нас происходит с этой книгой. Вот, например, открываем первое. Это Илья Муровец, сказка Илья Муровец. Начинается все с объяснения. Кто такой Илья Муровец, что это такое? Вот здесь все объяснено. Следующая страничка – Илья Муровец, сказка. Вот так она оформлена, ее начало этой сказки. Е – это что? В славном было городе Ва Муровец и так далее, сказка. Буква В. Дальше. Дальше посмотрим следующее. Следующее у нас здесь. Вот, это Илья Муровец. Вот такая композиция, такой рисунок. Это у нас рисунок Исоколова и композиция Исоколова. Вот видите, Илья Муровец. Вот он сидит, Карачаровский, сидит, встать не может. А потом вот его поднимают, и он все-таки спасает. Спасает всех. Становится богатырем. Так, теперь посмотрите дальше, что. Очень интересно. А вот дальше идет Илья Муровец, уже былина. Понимаете? Уже идет былина. Сказка – сказкой, а былина – былиной. Вот здесь вот она представлена. Видите? Ну, это оканчивается, чем все. Сейчас я вам покажу. Оканчивается все. Примечания. Видите? Это практически академические, академические здания. Вы понимаете? Здесь все. Все, что касается Илья Муровца, здесь представлено. Вот в этом разделе. И так по каждой сказке. По каждой былине. Если вы сейчас сможете убедиться. Следующая у нас сказка – это… Сейчас скажу. Святогор-богатырь. Опять же идет объяснение, кто такой Святогор-богатырь. Дальше. Святогор-богатырь – сказка. Потом здесь идет Садко-богатырь. Объяснение. Видно, они пересекаются с собой. И вот Святогор-богатырь идет картинам, иллюстрациям, рисунки. Композиция у нас Соколова. Видите? Все, что происходит в этом сказке, все вот здесь вот собрано на одной страничке. Можно посмотреть последовательно, что там происходило. Дальше. Следующий текст. То есть у нас Садко-богатый. Сказка написана. Вот видите, Садко-богатый – сказка. Потом у нас идет Садко-богатый – вот эта картина. Практически рисунок на весь разворот, состоящий из элементов, фрагментов этой сказки, иллюстрирующий эту сказку. И Садко-богатый у нас идет Былина. Видите? Былина. И примечания. Примечания. Куда же без них? Примечания обязательно. Вот так. Дальше. Посмотрите. Кощей бессмертный. Я хочу вас обратить внимание вот на такую вещь. Видите? Здесь сохраняется… Вернее, не сохраняется, а вводится новая рофография современная. Вот. Кощей бессмертный. Два С. А вот теперь мы посмотрим композицию вот эту. Написано. Кощей бессмертный. До революции у нас приставки «бесс» не было. Была приставка всегда «без». И вот меня, знаете, что удивляет? Вот большевики, они изменили, конечно, грамматику, упростили ее вроде как. Буквы там какие-то убрали, там еще что-то, чтобы было попроще. Но вот здесь они пошли почему-то на усложнение грамматических этих форм. Вот посмотрите. Там имеются какие-то там правила. В зависимости от перед глухой или звонкой согласной. Меняется С и З. Но ведь это фонетическое правило. А фонетические правила, они очень сложно усваиваются вообще людьми. Потому что люди, они по-разному произносят. Вот есть в Малоруссии «Г» произносится мягко. В других частях, наоборот, твердо и так далее. Но тем не менее, вот большевики в зале приняли такое решение. Зачем они это приняли? Мне, конечно, это все понятно. Но не знаю, понятно ли вам. Не знаю. У каждого свои представления и объяснения. Так, дальше. Царь-девица. Посмотрим вот этот царь-девица. Посмотрите, какая царь-девица. Вот здесь тоже, посмотрите, какая красота. Царь-девица. Вот она, царь-девица. Иллюстрация. Следующая. Следующая у нас «Золотая рыбка». Вот вы понимаете, что? Посмотрите, как интересно. Это вот, смотрите, «Золотая рыбка». Идет объяснение этой сказки. Затем идет «Золотая рыбка-сказка». И еще такой раздел. Это у нас «Золотая рыбка». Сказка Пушкина. Знаете, как корректно все представлено. Ведь мы, когда смотрели в прошлый раз, ну, через некоторое время тому назад, сказки братьев Гримм, да, там тоже присутствовала там «Золотая рыбка», была. То есть «Золотая рыбка», вот этот сюжет, он обыгрывается и любим разными народами. Но вот здесь вот так вот это представлено. Вот эти фрагменты. Посмотрите, какая замечательная. Это у нас кто? Это у нас Н.И. Соколов, тоже художник. И он же составитель композиции. А у нас здесь вот так. Теперь, смотрите, «Бова Королевич». «Бова Королевич» – это тоже объяснение. Это самый считается загадочный богатырь. Но, тем не менее, эта сказка, она вот здесь вот представлена. И что у нас там с этим «Бова Королевичем»? Вот это у нас, опять же, иллюстрации такие вот, его подвигов, его жизни. И это «Соколов» у нас опять Н.И. А в конце у нас дается, в конце у нас дается что? Ничего у нас здесь не дается в конце. Все представлено в виде сказки. Теперь «Мертвая царевна». Мачеха и пачерица. Объяснение идет, опять же. Потом идет «Народная сказка». Посмотрите, «Народная сказка» «Мертвая царевна». А потом идет уже «Мертвая царевна» «Сказка» Пушкин. И вот она во всей красе «Мертвая царевна» перед нами предстает. Видите? Вот. И зеркальце здесь, и чернавка вот эта девка, и все-все-все. Игрок уставлен, все там есть. Так, теперь посмотрим. Вот такой интересный вещь. У Руслан Залазаревич. «Сказка». У Руслан Залазаревич. Следующее. Следующее идет у нас... Вернее, перед ним должно быть. Перед ним. А перед ним у нас идет такая... Е. Руслан Лазаревич. Объяснение. Е. Руслан Лазаревич. А вот после этого Руслана у нас уже идет что? У нас идет Руслана Людмила. Вот. Это уже сказка Пушкина. Поэма Пушкина. Вот. Руслана Людмила. И вот эта Руслана Людмила у нас уже представлена вот такой роскошной совершенно композицией. Соколова. Вот. Смотрите, какая голова. Замечательно. Что-то вообще волшебное. Вот книжка волшебная. Какой-то погружаешься в эту русскую блину, сказку. С головой буквально. Вот. Всю тебя охватывает. Вот. Выбраться из нее сложно даже. Вы знаете. Вот я ее листаю. И мне хочется еще, еще, вновь и вновь. Добрыня Никитич. Народная сказка. А вот у нас, что здесь? Добрыня Никитич. Былина. Ребенок берет и сразу все про Добрыня Никитич у него, пожалуйста. Все у него представлено. А это у нас Добрыня Никитич. Энни Соколов. И вот, пожалуйста. Кто гравировал? Гравер у нас здесь зубчаников. Зубчанинов. Нет, зубчанинов. Вот так. Вот. Видите, какая красота. И следующее, что мы подходим потихонечку к концу. Приближаемся. Конек-горбунок. Посмотрите. Конек-горбунок. Василиса – прекрасная народная сказка. Она же похожа очень на конька-горбунка. Вот она здесь представлена. Народная сказка. А потом пошел народный конек-горбунок. Но кто у нас? Сказка в стихах Ершова. Пожалуйста. Видите? Все корректно. Никто ничего не лжет. Никто ничего не выкручивается. Все откровенно все рассказывают. Что была сказка, да. И есть она сказка. Никуда она не делась. А вот у нас конек-горбунок. Композиция Несоколова. Вот она, пожалуйста, представлена. Я сожалею, что я эту композицию не показала, когда мы рассматривали сказку «Конек-горбунок». Тоже она была бы уместна там. Да? Смотрите, какая красота. Я не знаю. Чудо какое-то. Я, честное слово, чудо. Очень интересно. Вот я хотела сегодня вам это показать, эти книжки. Обратить ваше внимание. Кстати говоря, вот эту книжку хорошо, конечно, было бы иметь. Даже несмотря на ее, в общем-то, цену немаленькую, у себя дома. Потому что это, на самом деле, это какое-то чудо. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok